Это специальный биоакустический прибор. Он имитирует голоса хищных птиц. По замыслу изобретателей, голуби, услышав эти звуки, должны покидать место постоянного гнездования и искать убежище. По словам очевидцев, первые дни работы девайса так и было. Стая моментально срывалась и улетала. Но через пару дней дружная команда вернулась вновь, полностью игнорируя мнимую угрозу. А между тем, проблема с голубями вполне реальная. Кроме того, что птицы могут являться разносчиками инфекций, отходы их жизнедеятельности превращают центральную площадь города в неприглядный вид. Впрочем, здесь анапчане разделились на два лагеря. Театральная площадь и голуби дикие – это два понятия несовместимых, потому что из-за этого постоянно наше лицо, можно сказать, Анапы находится в таком неприглядном, грязном виде. Разве такая красота может засорять театральную площадь? Егор, иди сюда, скажи, могут голуби засорять? Могут. Но это красиво, когда они здесь кушают в руках? Да. Ну вот. Не знаю, моим детям нравится. Я прихожу сюда кормить голубей детьми своими. Орнитологи говорят, что именно из-за любителей подкармливать птиц такая проблема и существует. И самый действенный способ избавиться от голубиных стай на площадях и в парках – это не вмешиваться от природов и позволить им самим добывать себе пропитание. Руслан Душевский, Анапа. Регион.